Всех приветствую! Что-то бестия. Давненько мы квесты соратников не делали. Плюс у нас там квест болтается на пиздюка нашего. Опа. Это чё это кто там? Близко так. Потрясающе. Ничего ты как близко забрёл. Ммм, неплохо. Ты всегда тут был, хочешь сказать? Еще один там где-то рядом. Ну это интересно конечно, но в адреских бестия шёл. Так, ясно, бестия пока не хочет с нами говорить, но... Мы можем поговорить с малым. О, Крония. Полечишь мне голову? Нет еще? Ты хочешь, ну ладно. Послушай, Декс, ты не можешь больше оставаться в бастионе. Ты боишься, что твои наставники до меня доберутся? Мои наставники? Адам и твой отец. Ты проницательный парень. Да, я боюсь, что они до тебя доберутся, если я не смогу за тобой присмотреть. Они знают, что ты особенный. И поэтому нам надо отправить тебя в безопасное место. Туда, где они не станут тебя искать. Поэтому твой дом в Таваре исключается. И конечно, это не могут быть дикие пустоши. Нам нужно цивилизованное место. Но я хочу, чтобы Асгар пошёл с нами. Конечно. Хорошо. Но я сам выберу, куда мне отправиться. В этом-то и заключается идея. Так куда бы тебе хотелось? Есть мысли? Только сначала у меня есть пара вопросов. Ну, давай. Первый. Что для тебя важнее? Спасти человечество или сохранить семью? Если человечество потерпит поражение, моим близким тоже придётся не сладко. Верно? Да, верно. В этом-то и проблема. Второй вопрос. Что эффективнее, насилие или дипломатия? Мне бы очень хотелось доставать ствол из кобуры реже, чем это приходится делать сейчас. Но борьба против смерти – это часть твоей жизни, верно? И третий вопрос. Как ты думаешь, можно отбирать у людей всякие штуки, если ты знаешь, что из-за них у них будут проблемы? Я бы никогда и никому не желал создавать лишних проблем, если они того не заслуживают. Но тогда ты выбираешь самый долгий путь к тому, чего хочешь. Ладно, теперь я понял, куда мне нужно. Я поеду к клирикам. Интересный выбор. А почему именно к ним? Они пытаются спасти всё человечество. Прямо как мы, берсерки. Они к нам ближе всего. Ладно, мне пора. Ты же как-нибудь придёшь меня навестить, правда? Обязательно. Береги себя, Декс. Интересно, вышло, отправили его к клирикам. Он ещё… А, он не один пошёл. В будущем нет. Да, понятно. На эту тему можно поговорить ещё с Кайей. Только я уже без неё тут всё порешил. Ой, а где она у нас тут была? Эй, женщина-то где? Так, ну её пиздулы тут стоят. Значит, она нужна где-то рядом. Хм… Нам нужно поговорить про Декса. Нужно. Я тревожусь за его будущее. Слишком много опасных людей им интересуется. Вардек, Докинс… Ему нельзя оставаться в бастионе. Декс решил, где хочет продолжать обучение. Он выбрал Квериков. Ты совсем рехнулся? Ты хочешь отправить моего ребёнка одного к этим людям? При чём тут я? Он сам это выбрал. Ты же знаешь, какой он упрямый, когда на что-то решится. С ним останется Асгар. Он будет смотреть, чему мальчика учат, и защищать его. Но… что, если с ним что-нибудь случится? Декс невероятно талантлив. Вполне возможно, он вскоре превзойдёт нас с тобой. И ты собираешься отослать его прочь? Не волнуйся. Ничего с ним не случится. Вспомни, он полмира прошёл практически в одиночку. И на нём ни царапинки. Представь, насколько безопаснее ему будет в цивилизованном месте. Ну и опять же, так решил он сам. Клянусь тебе, Джакс. Я снять с его головы. Хоть волос упадёт, я тебя придушу. Я знаю. Угу. Ну всё, на этом пришили. Надо ещё с кем-нибудь здесь поболтать. Хм, иногда я сам… Так, ты мне пока ничего не даёшь. Вести, наверное, мне тоже ничего интересного не скажет. Угу. Это, я думаю, тоже. Угу. Это, я думаю, тоже. У нас серьёзные подкрепления. Отступники теперь с нами. Они поддержат нас в битве против Скиандов. Интересно. Интересно. Они всегда были против правления Альбов. Я надеюсь, что хотя бы нашим приказам они будут повиноваться. Отлично сработано, Джакс. Угу. Согласен. Угу. Я молодец. Угу. Так, очмарила где? Угу. 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 У меня тут. Нуي. Угу. 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 а очмарил это я знаю где он опять по ходу там завис ну как идут дела наше сотрудничество как ничего интересного так и где в общем они по ходу где-то снизу здесь никого нет благо действительно или чмарила здесь да он тут чем там делает а я не туда телепортнулся что-то протупил отсюда вот поближе будет и тут повсюду красные точки а но я скачал эту штуку неудивительно переви ох ебать от противников то сколько теперь вижу есть забыл сейчас чем тут прилип журнал так ну давайте этим займемся то нужно к альбом идти в адекон там шатается не пойми где мы на границе территория этих темных уродов давай не задерживаться тут а а точно я че-то протупил перепутал его но в одном ты был прав до дакинс пытался договориться со скиандами не знаю что из этого выйдет для меня или для шестой силы но сейчас это не имеет значения самое главное как ты об этом узнал я знаю докинза я много лет служил ему и его адской машине к тому же я видел как он вошел в мараркор и как я и думал не важно но этого должно быть достаточно чтобы доказать что я могу быть полезен тебе и твоему делу если ты видел докинза и ненавидишь его почему ты не напал на него когда была возможность с этим чудовищем будет не так то просто справиться а жаль докинза удавалось выживать в течение многих веков и он всегда прекрасно играл на равных с главными силами магалана простой командор альбов вроде меня никак не может с ним справиться чтобы избавиться от него потребуется больше сил чем у меня есть если это вообще возможно хватит с меня этих игр просто скажи мне как остановить скианские формеры но хорошо слушай внимательно формеры начинают работать как только коснуться земли самый главный формер находятся в мараркоре и служит штаб-квартирой скиандов они называют его кассандрой в основе каждого из них какой-то летательный аппарат окруженный органической кристаллической структурой структура содержит различные ячейки которые помогают в терра формировании и выращивании их тварей тебе надо пробраться в центральную компьютерную ячейку формера каждый такой компьютер управляется искусственным интеллектом ясно значит мне нужно уничтожить этот центральный компьютер этого мало как я уже сказал формеры начали свою работу тебе надо изменить программы чтобы замедлить их работу а еще лучше остановить полная остановка может занять некоторое время но эта штука точно остановится если ты отключишь ее техник из меня никакой это верно но один из наших дронов может это сделать я долго сидел в пещере рядом с главным формером и слушал как скианды передают данные мне удалось перехватить фрагмент кода ключевого алгоритма который посылается другим формером вот передай его одному из наших дронов у них не должно возникнуть проблем с завершением и использованием ключевого алгоритма интерфейсы скиандов очень похожи на наши доставь дрон к центральному компьютеру формера а дальше он сам все сделает если сможешь остановить хотя бы два формера это будет огромный шаг для всего человечества с кендом не понравится если кто-то испортит их формеры точно именно поэтому тебе придется следить чтобы они не уничтожили дрон когда тот будет работать с и скином центрального компьютера к тому же ты не доверишь такую важную задачу роботу верно и ты все это узнал просто наблюдая за ними говорю же их интерфейсы очень похожи на наши и это главное но как я узнаю какие именно формеры мне надо отключать все равно сойдут любые может какие-то из них охраняются хуже других не знаю сам решай просто выбери любые два на пробу почему два почему не все ну можешь попробовать остановить все мне кажется дрону хватит и двух чтобы собрать достаточно данных о океанских технологиях когда у тебя будет эта информация попробуй заняться марар кором что еще тебе известно о скиандах и главном формере в марар коре кассандра под хорошей охраной каждая ячейка формера охраняется небольшой армией хуже того территории вокруг нее охраняется скианскими тварями однако самая большая проблема это деактивация ядра главного формера я уверен у нас будут и другие проблемы но я знаю как решить большинство из них и ты проведешь нас в логово льва да я же говорил что мой опыт будет полезен поэтому давай поговорим о том что я хочу взамен притормози рановато еще выдвигать требования я не забыл что ты сделал хорошо но я бы посоветовал тебе сосредоточиться на том чтобы нас не уничтожили прямо сейчас ты можешь убить меня после того как все закончится если у тебя еще будет такое желание будет но сейчас еще рано в этом ты совершенно прав ладно перейдем к делу как там дела в бастионе шестая сила становится все более могущественной даже другие группировки вынуждены обращать на нас внимание и я не позволю тебе помешать этому да зачем мне это нужно в борьбе со скиандами важен каждый человек надо объединять силы лучше всего было бы вступить в союз с одной из крупных группировок поиск могущественного союзника для шестой силы задача первостепенной важности конечно дай угадаю это была идея докинза почему я должен подчиняться твоим требованиям все просто я рассказал тебе как деактивировать скианские формеры этого должно хватить чтобы ты понял я знаю о чем говорю так чего ты хочешь я хочу чтобы мы использовали те возможности которые у нас есть я хочу чтобы мы были готовы ко всему и уверены что не совершим ошибок я расскажу все что знаю как только мы будем готовы к полномасштабной войне против скиандов и я имею в виду действительно все в том числе и личное только сильный лидер способный сосредоточиться на главном имеет хоть какие-то шансы на успех ах да и еще одна мелочь я хочу вернуться из изгнания к своему народу ты поможешь мне восстановиться в звании командора альбов знаешь когда-то я всегда поддерживал тебя но в этом нет ничего такого ладно я понял хорошо ну что договорились итак текущий расклад мне надо кое-что сделать для шестой силы прежде чем мы двинемся дальше в мараркор надо убедиться что мы сможем деактивировать несколько формеров на нашей территории надо что-то делать с темным эликсом и тем как он на меня влияет но это тебя не касается и еще в списке есть твое желание вернуть себе звание командора альбов вот именно и я от тебя не отстану ну что ж продолжай в том же духе я буду ждать тебя в своем убежище приходи ко мне как только разберешься со всем этим и снова выдали кучу задания если ты мне совсем не доверяешь я сдержу свое слово я найду путь в кассандру тогда поторопись иначе нам всем крышка в том числе и тебя ну с этим не поспоришь так 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 стойкость 85 вообще прекрасно что я хочу общую сопротивляемость или броню наверное броню хочу так ну и подкопим теперь одну очку ну у нас потому что вроде бы уже не на что варить эликсиры так что в принципе терпит до получения уровня дальше можно сходить малого проверить на базе клириков так да точно замок интересно где он здесь тусуется интересно где он здесь тусуется и он здесь стоит вам это у брак а послушайте я ладно пропустим эту часть мы для вас все на одно лицо наверное это как вы уже знаете замок жилые помещения по левую руку от меня спать вы будете там есть вопросы не разговорчивые вы но ничего еще оттаете вам всем назначены задачи если столкнетесь с проблемами найдите своего руководителя после утреннего смотра теперь есть вопросы нет значит за работу мне запрещено тренироваться с остальными наоборот моя задача находить любые их слабости и докладывать о них хочешь чтобы я поискал тебе новую должность нет учитывая обстоятельства я сейчас в очень недурном положении люблю доводить вещи до ума чтобы они выполняли свои функции еще эффективнее например эта коммуникация больше не несет полезной нагрузки все все я понял ухожу клирики не умеют действовать эффективно работы у меня там будет много так кореш ее где только что здесь стоял так они куда пошли так это не наш пиздюк нет и наверно все хавать пошли ну да или у них просто экскурсия идет ну блин а куда свалили то они я должен тренировать наших людей дольше чтобы повысить процент успешных операций в будущем знаешь даже приятно брать на себя ответственности самому принимать решение поздравляю так тебе здесь нравится безусловно замок представляет собой симбиоз современности и традиций в чем то это сродни тому среднему пути который мы выбираем в отношении эликса мирное сосуществование между альбами и клириками представляется мне достижимым пусть они в близком будущем мне тоже так кажется но путь впереди еще долгий мы делаем первые шаги можно сказать и все зависит от нас никому не позволяю указывать каким ты должен быть джакс как скажешь дружище спасибо так давайте своего молодого поищем где он тут у нас может находиться попытка относить относить ничего он на карте отображается у нас как человечек однако нет по крайней мере достоверно не знаю не отображается отцепи мы разговаривали уже но серьезно где мелкий не видишь что ли я занята как скажешь может в доме посмотреть о не наш наш декс да когда-нибудь я тебе это возмещу договорились все наше упущенное время ты мой отец и но мы это все слышали уже я думал в конь уникальный диалог хотя бы будет ну однако нет ага сюда не зайти жаль однако жаль чем мы себя можем еще занять может мне ее с собой взять надо я уже просто забыл куда куда она хотела сходить дружок нам сейчас не до этого есть дела поважнее сенсоры настроены на прием командор нам вдвоем надо проникнуть в формерский андов и подключить тебя к центральной консоли анализ вероятность выживания 25,6 процента это лучше чем я думал слушай нужно больше узнать про их технологии нам известно слишком мало враги опережают нас технически и мы не можем допустить чтобы они застали нас врасплох а еще надо вырубить этот формер потому что иначе мы долго не протянем подтверждаю я готов жду указаний ладно тогда возьму тебя с собой так это понятно все в принципе так было так чмарила где так и чё ну давайте сходим к ним кто у них тут главный сейчас конечно вопрос хороший да говорят твой брат олег не очень-то ладит с некоторыми морканами из пещеры это не твое дело чужак олега не просто так прозвали черным рыцарем страх и разрушение вся его суть когда он не может сбросить напряжение он становится беспокойным иногда мы видимся но в последнее время он не появляется в пещере слишком много вербовщиков слишком много наивных идиотов он любит охотиться снаружи и вполне успешно это делает да и не забывай я знаю все о вашем бастионе оп к сожалению ты и твоя жалкая шайка в бастионе мне к сожалению ты и твоя жалкая шайка в бастионе мне еще пригодитесь так можно поговорить еще с этой как свобода у меня так как твои дела здоровье и все такое от серой смерти я избавилась если ты об этом она у меня была ты помог ее больше нет так что оставим эту тему ага рад что тебе стало лучше я я я все исправлю мне уже даже забыл кто она такая а это дочь этого я вспомнил да 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 так игорь игорь я понятно так нам не сюда стопа ну как тебе тут нравится тебе нужен честный ответ нет я хочу чтобы ты сказал как все офигенно или я могу упростить тебе задачу держать рот на замке так тоже можно комплименты тебе никогда особо не удавались желаю тебе нет нет небытие он желает мне обрести не сейчас ну ну как а ты че скажешь Ты мог бы стать неплохим преемником Хана, но поскольку ты не выбрал путь Морканов, в этой чести я должен тебе отказать. Выглядит так, как будто время тут присело и кучу наложило. Окей. Моя голова! Мне нужно сосредоточиться. Пришли! Ясно. Может, бейте, пока сама не готова нам квест дать, а я хожу тут зря мучаюсь. Цель задания. Что там надо сделать? Такое впечатление, что Скианда узнает он так. В общем, пойти и всех убить. Отлично меня все устраивает. Тем более, что мы там уже были. Те, кто все это строили, явно что-то не то курили. Ну, с вашего позволения, я уже здесь всех много раз убивал. Начинается! Так что я хотя бы часть этого завода не буду снова защищать. Ну, замочи его там. Молодец. Об этом месте говорил Тьялк. Весь тяпкидает курицу. Твою мать! Внимание, внешние сенсоры фиксируют движение. Запуск алгоритмов обнаружения. Анализ данных. Гуманоидное существо. В стадии трансформации. Грони? Это ты? Что... Что ты сделал? Я Кассандра. Нулевой узел управления. Мои внешние сенсоры идентифицируют вторую гуманоидную аномалию на планете. Где твой прототип? Ага, я понял. Ты и скин главного формера. Взломала моего дрона. Анализ твоего метаболизма показывает далеко зашедшую стадию трансмутации без метаморфозы. Это ненормально. Категорически необходимо полное обследование в исследовательском блоке. Да, ваши твари до меня добрались. Но поддаваться вашей заразе я не намерен, слышишь, дерьма кусок? Оставайся на месте. Кураторы примут тебя в обработку. Где твой прототип? Размечталась, как же. А кстати, что это еще за прототип такой, а? Первая гуманоидная аномалия на целевой планете. Где она? Где твой прототип? Приятно осознавать, что вы ни хрена не знаете о нашей расе. Вы не всеведущие. Небезупречные. И не непобедимые. У этой первой аномалии имя есть? Где прототип? Где Докинс? Докинс. Ну кто ж еще? Опять мне от этого урода неприятности. Оставайся на месте. Кураторы примут тебя в обработку. Слушай, ты. Ошибка коммутации. Я тебе ничего не скажу и никуда не пойду. Я тебя уничтожу. Пережгу все твои сраные цепи. Анализ данных. А твой прототип где? Где твоя центральная консоль? Анализ данных. Что такое? Сдулась? Пара мутяков и у тебя сбой системы? Командор. Ох, твою ж мать. Я только разогрелся. Запуск самодиагностики. Не парься, Кронни. Она свалила. Обнаружена компрометация базовых систем. Подозрение на вторжение извне. Да уж, приятель. Придумай что-нибудь, чтобы такое не повторялось. Потому что она обязательно попробует еще раз. Подтверждаю. Ты что-то помнишь с того момента, когда Кассандра тебя захватила? Критическая ошибка. Ну, этого следовало ожидать. Когда оно началось? Как давно это... Этот эскин с Киандов тебя контролировал? Протокол технического обслуживания обнаружил пробелы с момента контакта с Калааном. Анализ данных. Потеря данных необъяснима. Ясно. На ракете клириков ты этот сраный вирус и подцепил, значит. Тогда сомневаться нечего. Калаан тоже взломан. Активируй усиленные протоколы безопасности. И когда оно в следующий раз сунется, отбивайся. Принято. Ах, да. И знаешь, лучше никому об этом не рассказывай. Если кто-то лишний узнает, вас с Калааном по винтику разберут. Слишком много вони поднимется. И вообще ты мне нужен. Так что постарайся сам справиться. Лады? Принято. Вот дела. Ну-ка, можно даже сгонять. Ух ты. Так, значит, да? А как вам такое? Ааа, блин. Ну ладно, их всего двое было, поэтому в целом плевать. Так, отправиться в центральный компьютер Бетара. Хера, он как далеко. Ну, да, в некоторых-то я уже был. Это прям в разы упрощает ситуацию. Но я думаю, типа, есть какая-то там секретная концовка, если там все их зачистить. Хм. Так, ну давайте вылечиться попробуем, может нам все-таки удастся. У нас еще есть немножко времени. После этого можно будет отправиться искать карту. Но это я уже по гайду буду делать, надо подготовиться будет. Надеюсь, они не заспаунились тут с самого начала. Бля, заспаунились. Ну вот что бил, что не било. И вообще, где кроник? Раз уж я сюда иду. Раз уж я сюда иду, он мне тут нужен как-никак. Куда вот он пропал? Бастион. Бастион, Найракая, кроник. Би сюда. Так, интересно. Так вот, другого я могу взять с собой? Хм. Что-то у кроне, походу, крышняк свистнул. Ну давайте обсудим. Теперь я знаю, как отключить формеры. Отлично. Тогда давай их остановим, пока не поздно. Я говорил с искусственным интеллектом по имени Кассандра. Хм. Дай-ка догадаюсь. Она ищет меня. Да. Логично. Одно время я был самым высокоразвитым существом на этой планете. Хорошо, что она до сих пор не знает о том, что мы замышляем в Бастионе. Скорее всего, она фиксирует некую активность, но еще не расценивает ее как угрозу. Иначе нас бы уже не было в живых. Если верить Кассандре, я вторая гуманоидная аномалия на Магалане. Тогда ей известно все о твоем прошлом и о том, как мы связаны. На ее месте я бы тоже тебя опасался. Так, ясненько. А, у меня там какие-то сердца есть, кстати. О, Кронни раздуплился. Так, сердце богемота. Лесного тролля. Угу, нормально. Все, Эликс закончился. Ох, ее. Все, за эти штуки можно хвататься. Угу, так, Кронни идет за нами, хорошо. Ух, блин, заспаунились там все по-новой. Е-мое. О, прям нешуточно заспаунились. Какой-то бегемота. Какой-то бегемота. Е-мое. Ну, бегемота я завели только потому, что я с него камни поимею. Угу. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...